Вот буквально после прошлогоднего визита замокима, после того, как он сказал, что эти земли не будут изыматься, я закупил кирпич. Жизнь обитателями микрорайона Мирас – это будни на пороховой бочке. О том, что более тысячи семей могут остаться без крыши над головой, эти жители Шимкента узнали около года назад. На месте микрорайона власти решили построить новый административный центр. Приостановили стройку, всех рабочих отправили. Стройка стоит теперь, вот уже сколько, месяца три-четыре, хотя уже вложено сюда немалые деньги. Генплан-то делится, вот здесь, допустим, будет сквер, здесь будет частный сектор, показывается. Это надо было сделать, когда утверждался генплан, не продавать эти земли. Люди опасаются, что государство даже не компенсирует расходы на строительство. Многие здесь – заемщики банков. На покупку земли и строительство дома у Миткуля-Ахметова потратила около 100 тысяч долларов. А вот в оформлении документов в земельном комитете женщине отказывают. У нас был только залит фундамент здесь. И вот когда нам вообще разговор шел, что снос будет, все, вроде бы потом как бы сказали, что остается этот район. С Акимиата сюда приезжали, извинения просили, что вот так вот произошло, что наш район не будут трогать, вы можете строиться во весь рост. Пошли оформляться, там на комиссию не подписывают. Жители Мираса не одиноки. Под вопросом еще три микрорайона города. Чиновники отмахиваются. Отменить решение об изъятии земель под нужды города невозможно. Это противоречит новому генплану. Его, кстати, никто в глаза не видел. Задавались вопросы, что почему изъятие будет происходить, если есть другие возможности у государства использования этих. И потом покажите нам генплан. Соответственно, генплан нам не был показан. Общественный диалог с шимкентскими чиновниками так и не состоялся. За всех отдувался представитель земельного комитета. План детальной планировки на остальные территории разрабатывается, в том числе и в микрорайон Мирас. По разработке данного плана он будет передан отделу земельных отношений, который, соответственно, будет проводить процедуру принудительного учреждения. Это означает одно – не дадите добро добром, отберем силой. Жители в ответ обещают, что борьба за землю и постройку будет здесь по-южному жаркой.